Любовь Розенберг родилась 26 сентября 1958 года в маленьком сибирском леспромхозе. Ее мать имела за плечами семь классов образования и курсы бракеров, а отец трудился водителем лесовоза. Семья жила небогата, поэтому заветной мечтой девочки тогда была собственная комната с креслом и торшером. Себя в школьную пору знаменитость описывала как низенькую, худенькую и ничем не примечательную ученицу, не дотягивавшую до одноклассников по их умению получать удовольствие от жизни, которая выражалась в употреблении самогона, ездя на мотоцикле и игре в бутылочку. Девушка до 18 лет прожила в родном поселке Иркутской области, а после по распределению уехала на работу на Дальний Восток, захотев достичь большего, чем остальные. В возрасте 25 лет молодая женщина заняла должность преподавателя областных курсов гражданской обороны, где весьма преуспела, оказавшись единственной из педагогического состава, кто читал лекции в областном управлении КГБ. Любовь Анатольевна охотно откровенничает с поклонниками, делясь с ними неизвестными фактами семейной биографии. Так, она неоднократно размещала редкое фото про бабушки Матрёны и младших тёти и дяди Лидии Николая, вызывавшие море воспоминаний о детстве, пахнувшем свежим хлебом из русской печи, пирогами и диким мясом, добытым дедушкой и отцом в тайге. Сейчас Лидия Павловна, старший представитель нашего рода, который более 350 лет назад вышел из Архангельской губернии и создал своё поселение в глухой тайге в Сибири. Все эти годы потомки рода живут в этом селе, и моя Лидочка, кладясь воспоминаний, пример бесконечного позитивного отношения в жизни. К слову, и сама нынешний психолог новых пацанок хорошо знала труднопроходимые сибирские леса и бывала на охоте, била кедровые шишки и собирала бруснику с облепихой. После Дальнего Востока география передвижений Розенберг, по первой профессии бывший техником-гидрологом, расширилась до Камчатки, где она сперва вела крупный бизнес, а затем приём граждан с приёмной президенты РФ. Женщина всегда интересовалась новыми знаниями, много училась и путешествовала, ставя перед собой трудные цели и никогда не боясь начинать всё с чистого листа. В какой-то момент сибирячка решила круто изменить жизнь и заняться тем, что ей действительно нравилось, а именно, быть полезной людям. Поэтому Любовь Анатольевна, имевшая образование менеджера государственного управления, пошла в аспирантуру родной Российской академии народного хозяйства и государственной службы, выбрав кафедру акмеологии и психологии профессиональной деятельности. Кроме того, она отучилась в Московском институте гештальт-терапии и консультирования и получила специальность психологическая диагностика и консультирование. Сейчас дипломированный специалист проводит индивидуальные и семейные консультации, в том числе и онлайн, и ведет психотерапевтические группы, вебинары и курсы. Выпускница Рангикс и Миктик работает и как психолог в гештальт-подходе, и как гипнолог-регрессолог, помогая взрослым и подросткам справиться с проблемами личностного роста, избавиться от посттравматических расстройств и найти общий язык с родными и близкими. Преподаватель Академии персональных стратегий Санкт-Петербурга сидела в жюри и была наставницей всероссийского студенческого конкурса «Твой ход в Сочи» и выступала в качестве эксперта социальных ток-шоу на федеральных каналах «Мужское, женское и док-ток» на первом ДНК на НТВ, прямой эфир на «России 1» и прочих. Съемки в шоу ничуть не мешали ей оказывать помощь клиентам и развивать свой блог в социальных сетях. На личных страницах автор помогала подписчиками разобраться в непростых темах, влюблен, но не в жену, как говорить с детьми о сексе, засидеться в девках, как воспитать приемного ребенка, и давала полезные советы. На пару с супругом Любовь Анатольевна вырастила сына и дочь, а сейчас активно участвует в воспитании внуков, чьими снимками периодически делится на страницах в социальных сетях. Вопросы личного характера психолог не комментировала, однако в некоторых постах обращалась к собственным историям. К примеру, в 2018 году она написала пост о том, как переживала, когда ее дочь отправилась на каникулы в новую семью папы. И из этого подписчики смогли сделать вывод, что Любовь Анатольевна с отцом ее детей состоит в разводе. Рассказывая о том, как в 90-х она вновь решила сменить профессию. Знаменитость коснулась и личной жизни, в начале бандитских 90-х прошлого века я вела обычный образ жизни. Мой муж служил в одной из силовых структур, а я работала в канцелярии Института вулканологии. Мне было ужасно скучно тащить это жалкое существование, и однажды я пришла домой после работы и заявила супругу, что хочу пойти в бизнес. На следующий день Розенберг записалась на курсы бухгалтеров, а через месяц уже работала в одной мелкой компании, занимающейся перепродажей рыбы и угля. Спустя два года у предпринимательницы, вовсю заключавшей договоры с крупными объединениями и государственными структурами, была своя фирма, отвечавшая за поставки топлива для нужд региона. В 2021 году Розенберг назначили официальным психологом пацанок на телеканале «Пятница». Любовь Анатольевна, пересмотревшая все сезоны социального реалити-шоу и внимательно следившая за работой коллег, приняла приглашение присоединиться к передаче с большим волнением и трепетом, беспокоясь о том, что не сможет соответствовать требованиям проекта, например, по возрасту. Но, к счастью, ее опасения оказались пустыми. На кастинге меня спрашивали, что я буду делать, если участницы полезут ко мне драться. Я ответила, что понятия не имею, знаю только, что не ударю в ответ и не уйду, а буду искать решение. И в тот момент, когда я наблюдала на мониторе их яркие агрессивные выпады, мне было, конечно, немного жутковато, делилась женщина в интервью. Эксперт хвалила участниц проекта, отметив, например, что неделя работы с травмами прошлого стала прогрессивной для Анны Загвоздкиной, смогшей, наконец, отпустить своего отца. Испытание с фотосессией у пластического хирурга оказалось прорывным для Лауриты Карповой. Вестиваль пацанки-фест закрыл гештальт Николь Нуреевой, а первое свидание раскрыло всю женственность Татьяны Кошириной. Но больше всего ее радовало преображение Анастасии Наточей. Усенью 2022 на пятницу вышли новые пацанки, где место психолога сохранила за собой любовь Розенберг.